всем доброе узбекское предновогоднее утро так как скоро праздники соответственно у нас в узбекистане готовят всегда холодец это эта традиция в наших семьях поэтому сегодня мы покажем настоящий узбекский холодец без требухи только ноги язык и и чё там еще и и мясо из головы и мясо из головы друзья казан 22 литра у нас здесь язык вот он вот именно это мясо про который говорил блин я не знаю голове к языку она относится в общем и 1 2 3 4 5 6 6 ног говяжьих для все говядину на холодец только говядина холодец будет сто процентов вкусным сами понимаете все составляющие это очень вкусные продукты и пес который ждет косточку после холодца погрызть до джина кот был диким стал ручным то есть раньше к ним невозможно подойти сейчас ему даешь палец он его обмюхивает часто спрашиваете денис что с быком с быком бык жив-здоров вот он подрос а шерстенел дай бычок это такой более красивый скоро холодец друг бычья жизнь начинаем смог ноги нужно разделить вот так вот по маслу и вот так вот и все это дело на 10 12 часов в водичку закидываем от матча почему в этот раз нету требухи потому что от требухи ее нужно умело обрабатывать и там специфический запах идет уж повышена здесь на где-то в общем надо на одном найти в общем потихонечку разобрались видите почему нужно вымачивать вот тут сейчас разрезали какая-то слизь вот ее желательно вымочить и все ноги таким образом очень быстро причем просто нужно попасть четко вот в это дело где масса лик туда сюда ходит сустав как знать вот здесь надо вот тут надрез за вот этими делать в общем я порежем включимся в общем в общем нашли где это место вот надо за этими рожками вот в этом месте надрез делаешь еще и потом уже дальше все расходится вот хотел как раз вам показать сколько этой слизи здесь посмотреть ведь это есть слизь которую нужно вымочить оказывается с этой стороны вот здесь нужно надрез сделать а вот здесь вот вот здесь а вот здесь вот здесь вот с этой стороны ближе сюда ведь то есть под небольшим углом и все это руками разжимается и там по-любому нужно усилие конечно разорвать сухожилие но вот так вот это самый легкий вариант 10 минут в два ножа и все готово друзья ведь все четко уже последние ноги просто как будто мы 100 говяжьиных 10 минут в два ножа мы все разделали все нормально все хорошо сейчас это теплой водичкой заливаем и отмачиваем в этом казане они будут отмокать желательно раза три-четыре за 10 часов поменять воду и желательно чтобы вода была не ледяная тепленькая и чтобы все эти слизи вышли оттуда сейчас если зайти на любой рынок базар везде продается холодец то есть кто-то покупает в готовом варианте но естественно рыночный там немножко не те продукты чтобы проще что подешевле лучше это все дело купить если есть возможность и приготовить самому то есть вы знаете что вы готовите здесь уже без вариантов стопроцентный отличный вкус прошло 10 часов холодная вода видите даже льдинки что там происходит раньше она была маленькая терпела кошка сейчас стало крупнее уже сила побольше укуса четыре часа минимум варки соль специи добавляются ну где-то в середине процесса частью все это дело на медленном огне нужно варить прошло четыре часа а через сколько ты закинул туда соль ой блин как аппетитно выглядит примерно через 40 минут с добавили соль по вкусу зиру вот зира это значит уже узбекский по-любому холодец из языка ты шкуру сняла я так понял через сколько это она уже слезла легко не ну вот этот это прям хас получается такой какой наваристый вообще мощный мне кажется мне не не он застынет прям за я думаю дегустировать будем завтра утром уже но сегодня ты хочешь сказать застынет бульон можно чуть-чуть да прям чуть-чуть тогда продегустируем сначала бульон до пес тоже хочешь холодца да окошко собака после казана потому что здесь тепло до песик а есть это над перед все да прям да 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 прям сейчас горяченький мне мне вообще мясо не на мнение мнение мне прям бульона чуть-чуть бульона я сейчас пойду еще плов готовить меня попросили вечером час ну не сидеть я купила мясо рис и слов уже давно не все хватит решили перед сном полу поесть все это делать закрывается крышкой для чего пенку я так понял ты убрала до когда пенку убираете естественно по мере ее поступление на поверхность накрывается крышкой для чего для того чтобы не испарилась вся жидкость может если без крышки там уже воды не было добавлять и то есть неправильно то есть налили пират все так выглядит бульонидзе дегустейшн чуть-чуть соли горячая лепешка это не рыночная это самодельная пикут в печи весь день все ничего не ел но все хлебушка дать не получил скинуть вообще идеальный хаш и сюда добавить еще чеснока и уксуса но это отдельно сам натуральный х азербайджанская подача чтобы вы понимали сейчас на улице холодно а внутри тепло нет вот этот раз не зря вообще не добавили как три буху вообще другой вкус намного интересней вкус в общем три буха она на любителя вот тут прям четкий кто-то добавляет желатин чтобы погуще сюда точно ничего добавлять не надо может быть еще какие-то специи на добавить сейчас в общем приятного мне аппетита друзья настолько все вкусно все-таки решили отведать сустав чик прям над самый маленький кусочек на мнение небольшой надо такой на килограмм прям реально маленький не надо крупные в общем еще варится где-то час данной час на инвалиде а есть поменьше и мы с вами придем уже на готовый вариант самая вкусная часть кусочек лепешки даджина потому что грех не попробовал какие же они вкусные узбекские коровы выращенные на горных травах но не вся конечно вот это я понимаю владец у джинны такие глаза да вечно как это девочка которая невинная нереально холодец будет огонь я думаю надо купить горчицы добудут там чтобы с горчичкой в общем все различие узбекского холодца то что наверное делается не из свинины из говядины но и в россии также делается говядина и то что основной основной основная приправа это зира ну все огонь равна что вы клейка в общем друзья до утра прошло 10 часов 12 все холодец готов главный дегустатор все я узбекистан и давай 5 зацени купили горчицу но такой обыкновенной не было тут семена по такие практически целые с горчицы ведь обязательно нужно соль если чуть-чуть до горчица вообще на холодце акцентируйте острая горчица она средне острая причем до холодец вкусный вкусный смотри но ты его сравни с рыночным какой вкуснее для тебя рыночные данные потому что федя покупает постоянно холодец там практически жиле нет ну там все подряд вкусно жене спасибо скажешь спасибо жена надежь из меня попасть несмотря на несмотря на то что на улице снег и морозик все равно солнышко прибивает я себе чуть-чуть посолю что молодец в общем четко по виду да ну по бульону вчера было видно что он будет вкусный потому что многие язык кто-то еще что он туда добавляет еще многие язык но еще можно добавить мясо но принципе если есть язык зачем туда добавлять мясо запутался в этих ложках вилка то есть ведь сравнивать его с тем который готовим и в том году здесь этот более вкусный из-за отсутствия требухи требухи надо привыкать и не все могут есть требуху супер я вижу еще надя в конце туда добавила зелень петрушка да чуть-чуть петрушки и добавила лимон но это просто уже было поздно вечером в это время готовили плов вкусно чтобы оценки готовьте друзья всех с наступающим новым годом